Так выглядит томограмма мозга обычного человека в процессе творчества. Красная — это активные зоны, жёлтая — это беспорядочное мышление. Трудно даётся творчество. Это томограмма ученика Бронникова. Вы видите, что почти все клетки мозга включены в творческий процесс. Они красного цвета. А это его же томограмма в состоянии покоя. Жёлтый фон отсутствует, то есть нет беспорядочного мышления. Он контролирует свои мысли и слышит голос безмолвия. Эти зрячие дети, обученные Бронниковым, одинаково свободно играют в шахматы с открытыми глазами и с завязанными. Если у обычного человека работает 3-4% нервных клеток, то что можно сказать? Можно ли приблизительно хотя бы сказать, сколько включает Володя? Ну, Володя, конечно, включает... Судя по этим данным, он включает 80%, не меньше. Потому что мы видим, что здесь активация идёт мощная просто. Мощная активация. И вот это состояние, которое наблюдается в процессе этой деятельности, в процессе ясновения, это ребёнок читает с закрытыми глазами текст. Когда кандидат прожил такой жизнью достаточно продолжительное время, чтобы остановился поток духовной энергии. Речь идёт об управлении мозговыми процессами. Это самое ценное, что только есть у Бронникова. Что это не просто так вот спонтанно возникающий процесс, это процесс управляемым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова